Добрый вечер! В первом отрезке, наверное, не разобрались немножко, но мы играли против очень достойного соперника. Я думаю, что кроме двух голов Корту практически ничего не создало. Это заслуга наших ребят за то, что действительно оборонялись компактно, старались обороняться всей командой. Я думаю, что сегодня получалось. Были моменты, могли проиграть, могли выиграть. Я думаю, что ничья – закономерный результат. Спасибо. Прошу, коллеги, ваши вопросы. Вы довольны игрой Дерлиса Гонсалеса сегодня? Ну, любому футболисту, как я говорил, нужно время на адаптацию. Конечно, я не очень доволен его игрой, но поверьте мне, против такой команды, как Порта, не просто играть в новом коллективе. Он молодой парень, у него есть будущее. Конечно, он старался все делать для команды, но, наверное, не было той остроты, которую мы ждем от него. Надеемся. Я думаю, что нужно дать немножко ему времени, и все будет нормально. Будь ласка. Футбольная сторона, Артем Желковский. Сергей Станиславович, все-таки что с Ермоленко? И второй вопрос по поводу вратаря. Почему выбран был Рыбка, учитывая важность стартового матча? То есть опыт, наверняка, Шевковского, возможно, больше помог бы, чем неуверенная, на мой взгляд, игра Рыбки. Спасибо. С Ермоленко, к сожалению, он отравился, и об этом мы узнали сегодня рано утром. В обед пытались что-то сделать, но, к сожалению, не получилось. То есть он выпал у нас из обоим, и, конечно, это большая потеря, но я рад, что ребята собрались и сыграли достойно эту игру. По поводу Рыбки, я думаю, что у нас два равноценных вратаря, и у меня сегодня нет претензий к Рыбке. И те матчи, которые он проводил до этого, действительно, он набирается опыта, это наше будущее, и я надеюсь, что он получит уверенность. И это вратарь очень высокий уровень. Сергей Станиславович, еще будет на полный час для анализа, но вот сейчас, чи можете ли вы припустите, чего не выстачило, чтобы зупинить все-таки Абубакара сегодня? Ну, я посмотрел, посмотрел моменты, посмотрел голы. Действительно, Абубакар до забитого бяча, он действовал очень разноплановый игрок. Он открывался и в средину, и очень тяжело было его удержать. И Алекс, наверное, в том моменте, когда забивали мяч, держал зазор, потому что действительно боялся его упустить. Конечно, нужно было играть плотнее, играть один в один штрафной, но я понимаю, почему это произошло. И во втором мяче был отскок, который попал к нему. Это не так просто, если бы Саша выбил дальше мяч, наверное, ничего этого не было. Но я думаю, что если судить по тому, как действовала сегодня команда, она заслужила эту ничью. Она заслужила и победу, и ошибки были, есть и будут. Важно их разобрать и дальше не повторять. Радио ЕС, программа ЕС Футбол. Сергей Станиславович при счете 1-2 провел параллели со стартовым матчем сборной Украины со Словакией. Когда первую игру проиграли, никто не обратил особо сильно внимания, а, как оказалось, ближе к концу ключевой поединок оказался. Но слава богу, что 2-2 сыграли. Можете ли вы сказать, что эта игра тоже была ключевой сегодня, несмотря на то, что она первая, и как бы еще команды входят в Евросезон? Или все-таки наберете потом? Да, я думаю, что это ключевая игра для психологического состояния ребят. Они увидели, что ничего страшного нет в этой именитой команде. И дальше, я надеюсь, они приобретут эту уверенность и будут показывать ту игру, которую показывали в прошлом сезоне и показывают сейчас. Это не просто, поверьте, играть против команды, которая очень хорошо контролирует мяч. Я думаю, что сегодня мы попытались и забирали мяч у порта, контролировали. Я не знаю, какой процент контроля мяча, но важно с этой командой контролировать мяч и создавать моменты. Мы старались это делать, не всегда это получалось, но опять же мы играли против серьезного соперника. Но вам удачи, хорошую игру показали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!